Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в комментариях под моими видео писали по поводу того, что Лёвчик прекрасно чувствует себя в режиме столкновения. Я хочу сейчас это попробовать, куда мы с вами отправляемся. Ну а пока заходим в бой, я хочу попросить 72% постоянных зрителей моего канала, которые смотрят на постоянной основе всё новые и новые видео, которые я выпускаю. Пожалуйста, ребят, потратьте 2 секунды времени на то, чтобы оформить подписку по вот этому жёлтому шильдику. Вы себе не представляете, какой вклад в развитие канала вы сделаете. Вы смотрите мои видео, значит они вам нравятся, значит что-то вы для себя в них находите и получаете удовлетворение от проводимого вместе с нами времени. Пожалуйста, оформите это официально для того, чтобы канал мог развиваться, ну а вы после этого сможете нажать на колокольчик и не будете пропускать выходы всё новых и новых видео. Спасибо вам огромное за поддержку в развитии моего канала и за поддержку в развитии моего начинания. Я действительно хочу радовать всё больше и большее количество людей своими видео, а для этого необходимо, чтобы эти видео всё чаще и чаще YouTube новым зрителям предлагал к просмотру. Ещё раз огромное вам спасибо. Итак, Лёвщик, обладающий довольно неплохой бронёй для 8 уровня, довольно скорострельной пушкой в 8,5 секунд, в целом должен в принципе неплохо себя показать. Оправдается или не оправдается ожидание, я честно говоря не знаю, всё-таки его подвижность не настолько классная, чтобы бодро прям передвигаться по карте, но в то же время машина довольно живучая и по моему скромному мнению, чем более скорострельное орудие на вашем танке, тем удобнее вам играть в данном режиме. Так, ну что, фараон потихоньку начинает разряжать свой барабан, давайте поедем, попытаемся поразряжаться в него. Немножечко не хватает, мне кажется, альфы, это не очень приятно. Я уже получил в нижний бронелист от Дефендера, тоже ничего удивительного, у Лёвчика в нижний бронелист это самая страдальческая зона, которая есть. Так, Тайп 57-й Супер Хеллкета давить хочет, не знаю, нужна ли ему помощь нашим. Точность не подведи. Ну, в принципе, неплохо пока. Вот он появляется, сейчас явно будет меня целить. Психанул парень, понимает, что ничего хорошего не получится. Решил долго времени не тратить много и долго не пытаться меня выцеливать, просто наобум кинул и спрятался. Так, осталось двое. Но и команда неплохо отыгрывает. Сказать, что это прям заслуга Лёвчика, я на данный момент не могу. Я не набросал прям какого-то там урона. Брат, давай я тебя с собой прикрою, у меня запаса прочности хватает. Вот сейчас не понял совсем. Вот сейчас прям так обидно было. Ну, реально, ребят. Я четко целился в его нижний бронелист, и у меня были все шансы его пробить, куда пошел снаряд. То ли под танк, то ли сквозь танк. И, кстати, в последнее время довольно часто такая фигня происходит, что снаряды тупо проходят сквозь твоего соперника. Напишите, кстати, в комментариях, часто ли у вас в последнее время такая фигня в игре происходит. Ну что, смотрим на результаты. Обязательно сейчас запрыгнем еще в одну каточку. Мне почему-то кажется, что я попал в топ-3, но нас всего пятеро. Поэтому, в принципе, ничего удивительного, я думаю, здесь не будет. 1780 единиц урона. Я ни одного товарища не вынес в ангар. Не хватило времени перезарядки. Я второе место занимаю в команде по урону. Да как бы ни о чем, по большому счету. Я, честно говоря, думал, что Левчик будет как-то пободрее. Так прям писали, что прям зверюга, прям всех развивает, хищник. Ну вот, с учетом прем-аккаунта, без учета бустеров кредитов, за вот такой вот трехминутный бой сразу поднять полсотни, по-моему, неплохо. Вот если в отношении того, чтобы заезжать на Левчике конкретно в режим столкновения, для того, чтобы нафармить себе серебрянди, ну, по-моему, самое то. По большому счету, грубо говоря, там от двух до трех минут происходит бой в среднем в этом режиме. И при этом на Левчике за победу, даже если вы средняком сыграли, я имею в виду в пределах вашей команды, вы вывозите 50 косарей серые с учетом према. А без према там 20 с чем-то, да, ребят, было? Ну, где-то там плюс-минус в районе 25, если я не ошибаюсь. Ну, по-моему, неплохо, вот в отношении конкретно фарма. Что касается, ну, вот как бы самого игрового процесса и удовлетворения от боя, ну, да, безусловно, победа меня порадовала, но сказать, чтобы я прям заехал и реально кайфанул, ну, пока ощущения такого нет. Вот когда я заезжаю, допустим, на том же самом Дикер Максе, там гораздо все веселее. Там как-то вот ты чувствуешь, наверное, благодаря тому, что ты на шестом уровне играя закидываешь в среднем по 300 единиц урона за выстрел при тех же 8, там, с копейками в секундах перезаряда, ну, как-то ощущение такое, знаете, вот более бодрое. На Левчике ты такой типа заехал, как медлительный боксер, супертяжеловес, который бьет раз в полминуты, и я бы не сказал, что прям там сильно увесисто в случае Левчика конкретно в данном режиме. На Дикер Максе на том же самом, когда ты заезжаешь, ты такой себе среднего веса боксер, который раскидывает кулаками гораздо чаще и таким образом делает гораздо больнее. Причем, ребята, обратите внимание, с тем же самым уроном. Ну, не знаю, пока я не буду хаять Льва в режиме, надо все-таки немножко покатать чуть-чуть подольше. Знать бы, где эти тяжи спрятались, было бы вообще великолепно. Попытаемся сейчас поддержать нашу Химеру. У нее все-таки время перезарядки далеко не фонтан. Я думаю, что когда Химеру сейчас вынесут, нам будет немножко потяжелее играть. Где же все-таки тяжи? Так, ВК-шку я уже нашел, а вот 53-й, ну тогда, в принципе, можно немножко побаловаться. Так, ухожу на ускорение перезарядки. Кстати, не помню, в предыдущем бою использовал или нет адреналин. Если использовал, то получается, что косарь там с копейками, да, если я не ошибаюсь, на 8-м левеле потерял со своего фарма. Но, в принципе, победа, поэтому лишних там 2000 серебра особо там из копилки вычеркивать не сильно страшно. В этом бою как-то немножко пободрее. Ощущение, по крайней мере, от боя. Так, наверное, надо вот этого вот товарища помочь поразбирать. Ну, а сейчас можно и на вот этого переключиться. Улыбаемся и машем. Получаем плюху в борт башни. На всякий случай отъеду, но он пытается все Е25 проковырять. Стоит отметить, что парень действительно молодец, не сдавался, понимал, что, в принципе, песенка спета, но в то же время продолжал. Продолжал давить, насколько мог Е25, и из-за этого однозначная уважуха и респект. Здесь вопросов нет. Что смотрим будет по результатам? Практически 2000, ну, можно сказать, 2000 урона, то есть немножечко больше. Что касается фарма, ребят, то мы чистоганом вывозим в этом случае уже 55 с половиной. А, нет, не так. 40, 54, господи, 900, будем говорить, 55 тысяч мы вывозим. А без према, ребят, было бы все равно 30 косарей. Ну, по большому счету, 3 вот таких боя. И вложиться можно, грубо говоря, там, даже если ты средний игрок, ну, в минут, ну, сколько там, ну, 10-15 минут, 3 боя в столкновении, и вы получаете 100 косарей серебром, даже если у вас нет прям аккаунта. Ну, по-моему, классно. Вот серьезно. В отношении того, чтобы фармить на этой машине в этом режиме, не знаю, мне нравится. Кроме того, хочется отметить, что у Левчика довольно неплохой запас прочности. ХПшки ему хватает для того, чтобы продержаться весь бой. Понятное дело, что если вы поедете, упоритесь, нарветесь на нескольких соперников, которые бодро будут разбирать вас там в борта и в нижний бронелист, то в целом вас вынесут. Понятно, это не прям совсем ультимативный танк, который прям совсем в ангар никто не сможет отправить. Но, ребят, то, что у соперников с этим будут сложности, ну, это однозначно. Так, поехали. Куда мы едем? Знаю точно, что в режиме столкновения в первую очередь необходимо кучи держаться. Вот если кучи держаться, то тогда соперникам гораздо тяжелее расковырять команду. А вот если команда начинает по карте рассыпаться, там начинаются уже проблемы. Порой, безусловно, есть необходимость кому-то объехать так, чтобы заскочить в корму или в борта к соперникам и оттуда поддерживать огнем. Но это не всегда оправдано и в большинстве случаев, как я говорю, лучше все-таки толпой дядю Васю бить, чем пытаться по одному как-то закидывать. Так, принимаем приятную для себя позу, получаем 430 непробития и в то же время забрасываем 300 в тайпа 57-го. У тайпа 57-го довольно существенное время перезарядки, поэтому мы ему вполне спокойно дадим плюху еще одну, а он, парень, будет, бедняга, еще перезаряжаться. Так, еще раз. Точность поможет? Нет, ребят? Чуть-чуть не хватило. И залетает мне, ребят, на 500. Это неприятно, безусловно. Так, пока он находится на перезарядке, немножечко побыкую. Да, вот это сейчас я глупость, по-моему, сделал. Надо было не выезжать на него. Откатимся немножко назад. Имеет смысл рядом со своими находиться, попытаться подождать, пока кто-то из соперников начнет выезжать для того, чтобы продавливать. Ай-яй-яй, угла не хватает. Как не хватает сейчас угла? Так, кто? Кто-кто-кто-кто? Теперь ты, да, будешь меня пытаться ковырять? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все, вынес. Ну, вот то, что я говорил. Я упоролся, мой косяк, здесь спорить не буду, с тебя никогда вины не снимаю, на других не перекладываю. Но факт остается фактом. Я довольно долго держался в бою и, в целом, сделал свой вклад в победу. Будет ли это победа? Сейчас посмотрим. Посмотрим обязательно на результаты по фарму, по третьему бою. И, я думаю, можно будет смело подводить итоги. Итак, друзья мои, в данном бою 1435 единиц урона будем округлять до 1400. Ради честности, что касается фарма, все равно получается практически 50 косарей. 46-300 с учетом према и 25,5 без учета према каунта. Что касается моего вклада в победу, то пускай он был и не сильно значительный в отношении урона, но я довольно долго жил в бою и я довольно-таки долго отвлекал на себя своим присутствием соперников и им необходимо было время для того, чтобы меня разобрать. В целом, какой-никакой, все-таки, вклад. Хотя, безусловно, зарешали вот эти вот ребята, обязательно лайкну вот этого вот чувака на Тигре втором и однозначно лайкну и сам пятого у соперников, потому что парень действительно молодец, не сдавался и он действительно круто себя ввел в бою, сделал три фрага. Я думаю, что он достоин уважения и, соответственно, лайкосиком, даже несмотря на то, что был моим соперником в данном бою. Итак, давайте подбивать итоги. Можно ли сказать о том, что Левчик действительно вот такой вот веселый, классный, задорный танк, на котором ты весело заезжаешь и раздаешь всем трындулей в столкновении? Нет, я бы не сказал. У меня почему-то такого ощущения не появилось. Не знаю почему, высказываю просто свое внутреннее ощущение после трех боев, после трех каток. Справедливости ради стоит заметить, что я сделал три боя и три победы на Левчике подряд с существенным вкладом в победу, не считая последнего боя. И по результатам фарма давайте посмотрим еще раз на результаты, вот сугубо по уведомлениям. Итак, здесь у нас получилось с вами 50 тысяч. Я буду считать так, знаете, приблизительно, просто для того, чтобы легче считать было. В этом бою у нас получилось по фарму 55 тысяч. То есть в любом случае уже 105, а там еще было тысяча, 106 тысяч. И что касается третьего боя, то к нашим 106 мы добавляем еще 46. Итого получается 152 тысячи серебром, грубо говоря, за сколько там видео мое длилось? 15-17 минут я не засекал. По-моему, и того меньше, если не считать предисловий и того, что я разговариваю между боями. Короче говоря, ребят, как фармер, просто бомбический, это не агитация приобрести его, это просто констатация факта, что данная машина с легкостью в режиме столкновения может приносить вам существенные крутые доходы серебром. Вот такой вот был короткий видосик, а может и не совсем короткий, но однозначно должен быть кому-то интересным. И я надеюсь, что те люди, которые посмотрели данное видео, оно им понравилось и до сих пор не являются подписанным на мой канал, исправят данную ситуацию и быстренько оформят подписочку, поставят лайкосик и нажмут на колокольчик. Спасибо вам большое за просмотр, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok